Всем привет! Я надеюсь, что у вас был хороший день и сегодня я хотела бы снять для вас видео о своей косметике, о хранении своей косметики, потому что с тех пор, как я завела канал на ютюбе, очень много запросов было именно по этому поводу. Люди хотели посмотреть, что у меня в косметичке, что у меня как хранится или хранится, так что я решила показать. И я очень надеюсь, что под этим видео не будет комментариев про «Ужас, ты разучилась снимать» или «Ты снимаешь всякую чушь, давай, давайте сделаем ставки, какое видео будет в следующем, тег, что в моем телефоне» или тег, или вопросы, или ла-ла-ла-ла, ну что-то такое. Я снимаю то, что я хочу снимать и то, что мне нравится снимать, потому что я от этого получаю удовольствие. На самом деле, я сейчас сижу и просто... я не могу, я не знаю, как это объяснить, мне просто это очень нравится, я надеюсь, что вам это также будет нравиться. И вот, это все, давайте начнем. Итак, начнем с того, что это то место, где хранятся мои косметические продукты. И в самом первом ящике у меня, наверное, такая самая часто используемая, что ли, косметика. Это разные средства для губ, для глаз, такие как тушь и подводка. И еще у меня здесь есть такая штучка ролик от курков под глазами. Разные ножницы, резинки, помады и дегдарант мужской и биби-крем. В общем, начнем с самого интересного. Я думаю, это самое интересное, потому что у меня проблемы с губами, они у меня очень сухие. И вот, это то, что меня даже не может спасти, если честно. Так, с чего бы начать? Я не знаю, с чего начать. Давайте вот так. Это бальзам для губ Тиламук со вкусом шоколада. И его я купила как раз-таки на фабрике Тиламук в Портланде. Ой, в Портланде, в Орегоне. Тиламук это вообще другой город. У них там есть известная такая фабрика популярная. Они готовят, изготавливают сыр, мороженое и разную продукцию, как брелки, блокноты даже. И вот я там нашла такой блеск. А, вот как он достается. Точно. Выкручивается. В общем, вот как он выглядит. Если честно, меня подташнивает от этого вкуса шоколада на моих губах. Я просто не могу. Он какой-то очень приторный. Следующая вещь это чопстик, о котором я уже тысячу раз говорила. Видите, какой он пошарпанный. И это тоже бальзам для губ. Вот это, как я называю, ночная часть. Хотя я и постоянно пользуюсь. Вот одной рукой это точно неудобно будет открыть. Или... Я смогла. Вот так он выглядит. Он тоже выкручивается. И что мне делать с этим? Еще у него есть вторая часть, которую я сломала, пока мы ехали в аэропорт. Она выглядит вот так. Мой любимый бальзам Baby Lips, который у меня уже закончился, потому что я им пользовалась, наверное, даже больше, чем год. Вот. Вот это... Вот все. Это не выкручивается. Все, что у меня есть. То есть практически ничего у меня уже нет. И это мятный вкус. Мне, на самом деле, Baby Lips очень нравится, потому что они недорогие, доступные. Можно купить их найти в любом магазине. И они довольно качественные. Поэтому следующее, что я вам покажу, это также Baby Lips, только это Electra. У них есть такая коллекция Electra. То есть если предыдущий бальзам, он был бесцветным, то этот со цветом, с цветом, он цветной, добавляет какой-то фиолетовый оттенок к губам, который мне совершенно не идет, к сожалению. Но вот он очень вкусно пахнет. Карнекс мне привезли из Америки, Даши с Томой. И он очень напоминает какой-то больничный привкус. Вот вы можете представить, привкус больницы на своих губах, хотя это вроде как вишня. Но Карнекс на самом деле считают очень такой медицинской вещью, уже больше как лекарство, то, что в аптеках, то, что у врача прописывают. И можно купить в аптеке только с рецептом. Но вот этот бальзам я использую зимой. Он очень вкусно пахнет кокосом. Он от ветра и холода, как здесь написано. Это вообще какой-то очень такой русский, он выглядит как русский. Ну, его сделали в России. Это был русский бальзам. Какая-то фирма вообще. Florissant какой-то непонятный. Но я нашла это в ближайшем магазине, где продавалась подобная продукция и взяла его. Вот эту вещь мне привезла Полина, моя подруга из Франции. И я ее очень часто наносила на губы ночью и ложилась спать. Вообще-то довольно странно, конечно, но после шести месяцев использования это средство мне перестало помогать. Бальзамы, они были куплены в Америке. И это лимонный шарик. Я все равно не могу открыть. О, вот. Я даже не знаю, что мне больше нравится, потому что я очень люблю лимон. И это мятный. И я очень люблю мяту. Я прямо обожаю мяту. Так что мне довольно трудно выбрать. Но эти бальзамы, они... Я их купила просто потому, что все о них говорили. У нас в России они стоят там очень дорого, если сравнивать с тем, сколько они стоят в Америке. Просто хотелось попробовать. И вот я попробовала. Могу сказать, что если вам действительно нужно что-то хорошее, и у вас очень сухие губы, как у меня, то это вам не подойдет. Этот тинт от Эл Мэй я купила в Портленде. Также. Он очень красивого, такого вишневого цвета. И мне кажется, когда я помилировала волосы, этот цвет, этот оттенок, он мне пошел. Так, я хочу сейчас достать и показать вам. А когда у меня волосы были чуть темнее, когда у меня был мой натуральный цвет, этот оттенок мне не так сильно шел. Вот он, вот он. Просто добавляет небольшую яркость губам. В чем его смысл? То есть он не может накрасить ваши губы именно вот в этот цвет. Покрасить именно в этот цвет. У меня здесь есть блеск от H&M, про который я уже тоже рассказывала довольно часто, по-моему. Он такой очень противный, яркий, неоновый. И в некоторых видео, только в видео, исключительно в видео я его использую. Потому что в жизни, ну, это просто смешно. А вот этот блеск, он тоже из H&M. Он не мой. Он не мой, он ритин. Рита его просто хапнула. Мама его купила. И Рита положила его сюда. Она думает, что это наше общее. Поэтому иногда она просто берет какую-то косметику у меня. Я говорю, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Вот. Я напоминаю, Рита это моя сестра. Ей 4 года. Я не думаю, что ей что-то из этого нужно. Ну, только вот. Вот эти блестки. То есть это просто блестки. Вот в этой милой баночке. Упс. В этой милой баночке содержится вещество, средство с коноплей. И это тоже бальзам для губ, который я использую чаще всего, наношу на ночь. Выглядит. И он очень приятно пахнет. Масло для губ от Невея мне подарили на день рождения. И оно очень-очень вкусно пахнет. Но еще прекраснее пахнет вот это масло для губ. Крем-карамель. А это макадамский орех и ваниль. Ну, вы понимаете, я очень люблю карамель. Мне кажется, большинство выберет карамель. Эти бальзамы, кремы, их нельзя носить с собой. Крем-крем? Крема? Их нельзя носить с собой в школу, потому что очень хочется есть. Мне нужен был обычный блеск. Так что в Сифоре я взяла вот такой розовый, нежный, красивый оттенок. И что-то здесь еще было. О, вот это! Знаете, когда мне было 4 года, я не пользовалась косметикой. Ну, как и большинство, наверное. И единственное, что у меня было, ну, практически, это вот такой же бальзам, только с персиком. И вообще он, он из Роспечати, по-моему. Вот этот я нашла в Роспечати. Я просто посмотрела, понюхала, вот, вспомнила вот этот цветок и взяла его. И не знаю зачем. Вот этот с бананом. Последнее, что у меня здесь есть, это карандаш от MAC, оттенки почти голые. Так, теперь переходим к разным продуктам для глаз. И первое это гелевая подводка от NYX. Еще у меня здесь есть засохшая тушь, ну, практически засохшая тушь от Vivienne Sabo. Что еще? Это кофейновый ролик, который я покупала, наверное, тысячу лет назад. Просто прохладный такой проводишь под глазами. И он должен устранять круги под глазами, но он просто не работает. И он никогда... Ну, я не верила в это с самого начала и не буду верить никогда. Я не могу закрыть. Отлично. Что тут еще есть? Засохшая. Вот это точно полностью засохшая тушь от Mary Kay. Я ей просто расчесываю ресницы. Ее кисточкой. Есть еще также не засохшая тушь от Mary Kay. Ну, я ее не пользуюсь. Я не знаю, зачем она здесь. Она у меня просто лежала. Я ее никак не могла убрать. И последнее это моя любовь из Sephora. Вот эта тушь. У этой туши довольно необычная кисточка. Она очень маленькая. Вот. Это все. Это вся тушь. Точнее, это вся кисть. Но она очень удобная. И я всем советую. Это самая лучшая тушь, которая у меня когда-либо была. Здесь у меня лежат такие необходимые вещи, как маникюрные ножницы. Что здесь есть? Что? Резинки для волос. И невидимки. И вот здесь лежат более дорогие, самые дорогие помады, которые у меня есть. Эти две от Chanel. И это MAC. Так, по-моему, одна из них, Chanel, это помада. И другая, другой, это бальзам. Вот это бальзам от Chanel, который мне дарили на Новый год. Когда дарили? Два года назад. Где-то меньше года назад я купила себе. У меня была зарплата. И на те деньги, что я заработала сама, лично, своим трудом, я купила вот такую помаду Chanel. Это практически цвет моих куб, но немного, может быть, по-розовее. Помада еще увлажняет очень хорошо. И последняя помада, это помада MAC, которой больше двух лет. Я ее покупала в Лос-Анджелесе. Мне ее мама покупала в Лос-Анджелесе. Стоила она тогда 15 долларов, и это было 500 рублей по тем временам. Сейчас это намного больше. Она уже определенно не в самом лучшем состоянии, в котором могла бы быть. Но вот, это все, что у меня осталось с этой помадой. Ей это пользовалось чаще. Потому что я очень, как-то очень сильно захотела красную помаду. И мне она нужна была для видео. Хотя видео появлялось не так уж часто. Но, не знаю, мне очень хотелось фотографироваться, что-то снимать именно с этой красной помады. Потому что, я считаю, у меня светлые волосы, у меня светлые глаза. И красная помада это самый идеальный вариант. Последнее, что у меня осталось в этом ящике, это BB Cream & Garnier. И также дезодорант Old Spice. Он пахнет, как апельсин. Так что, я не могла устоять. И вот, как он выглядит. Довольно необычный. Но это мужской. Но все равно, мне без разницы. Мне просто очень нравится. Он не пахнет как мужской, он пахнет, как апельсин. Первое, что вы можете здесь увидеть, это коробку. Я не помню, у чего эта коробка. Но она точно есть под теней. И сюда я просто сложила несколько таких маленьких упаковок. Теней Mary Kay. Самые такие спокойные, светлые, натуральные оттенки. И это не мои тени, это мамины. Я просто взяла их, чтобы сюда положить. Но маме они, видимо, не нужны. Дальше у меня идут две такие палетки. И здесь есть очень много разных оттенков консилеров. Ну, вы понимаете примерно, какой у меня оттенок, цвет кожи. Так что я не пользуюсь крайними. Крайними справа. И она сломана, к сожалению. Эти палетки я заказывала на Алиэкспрессе. И здесь уже более такие подходящие. Что там еще есть? О, это надо убрать. Здесь у меня есть пластырь. Довольно неудобный пластырь. А вот в этой коробке у меня хранятся разные пробники, что ли. То есть там духи, какие-то крема, маски и все такое. Вот что здесь хранится, если конкретнее показывать. Духи, духи, духи. Эти духи, про которые я тоже вам очень часто рассказывала. Я их взяла у своей сестры. И вот давно уже не пользовалась, кстати. Еще какие-то пробники. Я очень люблю пробники. Это масло лимона. Да, это лимон. Пиши, еще сифора, маска. Ну, в общем, это не важно. Просто очень люблю пробники. У меня здесь заляпанная палетка. Который, по-моему, если я не ошибаюсь, там 96 цветов, оттенков теней. Я ее тоже заказывала на Алиэкспрессе. Чаще всего пользуюсь какими-то вот такими. Потому что это то, что больше всего мне подходит. Но иногда мне нравится делать что-нибудь интересное с розовым и с голубым особенно. В этой небольшой косметичке у меня лежат различные кисти. Но две из них или одна... О, две. Две из них. Они сейчас у меня в ванной. Потому что я ими пользовалась недавно. Потому что это, наверное, скорее всего, самые удобные кисти. Такая тонкая, чтобы подводить глаза. И самая удобная для века кисть. Так вот, они у меня сейчас в ванной. Потому что я их мыла. Вот эти кисти я купила также два года назад в Лос-Анджелесе. Здесь лежит такая огромная косметичка. И в ней разные крема. Ну, не думаю, что я вам все буду показывать. Тут просто есть какие-то маски. Вот эти маски мне дарили подписчицы. Что здесь еще есть? Вот эта штучка для рук. Антисептик. Старый бибик крем. Просто мне кажется, он мне когда-нибудь понадобится. Потому что он еще не закончен до конца. Перекись водорода. Вазелин. Эмолиум. Мой спаситель. Крем-гель для ног. Этот парфюм Tom Ford я купила в Лас-Вегасе. Этим летом. Вот как он выглядит. О, как у меня руки трясутся. Я использовала... Ну, не знаю. Это много или немного, если я им пользуюсь с августа. Надеюсь, что у меня есть такая потрескавшаяся упаковка с пудрой. Это мамина пудра. Я у нее забрала. Мама и не пользовалась. Я тоже не пользовалась. Точнее, сейчас не пользуюсь. Раньше я наносила вазелин на губы. Брала кисточку. И кисточкой наносила немного. Или пальцем даже. Я брала вот так. И наносила просто... Это все на губы. И получился такой матовый эффект. Все у меня спрашивали, Аня, что это за помада? И я никому не могла толком объяснить, что это такое на моих губах. Но всем нравилось. Но единственный минус, вы знаете... Это, кстати, Max Factor. Единственный минус. Губы очень сильно сохнут. Представьте, пудра на ваших губах. Это ужасно. В общем-то, это все, чем я пользуюсь. Показала вам всю свою косметику. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. До свидания.